25 июля по всей России закончилась приемная кампания поступления в ВУЗы. Наш регион по праву считается студенческим и в Тверской области в этом году ни много ни мало, а 5285 выпускников подали заявление в высшие учебные заведения. О том, чем отличается приемная кампания 2022 года и какие специальности сегодня выбирают будущие студенты, расскажет наша съемочная группа. В 2022 году приемная кампания ВУЗы внесла свои позитивные коррективы при поступлении. И прежде всего тем, что в стране выделено рекордное количество бюджетных мест. В новом учебном году получать высшее образование в России бесплатно начнут более 590 тысяч первокурсников. Если говорить про специальности, которые пользуются популярностью среди выпускников, то в этот список входит прежде всего IT-сфера. Сейчас приоритетными являются IT-направления, которые в том числе поддерживаются и тем, что выделяется большее количество бюджетных мест. Я вам хочу сказать, что здесь тоже наши ожидания, наши прогнозы подтверждаются. На компьютерную безопасность эта специальность подана больше 300 заявлений. То есть конкурс тоже очень существенный. Даже новичкам гарантируют заработную плату от 30 до 60 тысяч рублей, что, естественно, привлекательно для будущих студентов. Также сотрудники аккредитованных IT-компаний освобождены от призыва и мобилизации до 27 лет. А ипотека для таких специалистов идет по сниженной ставке. При этом по-прежнему не теряют популярности такие направления, как юриспруденция, менеджмент и медицина. Второй немаловажный вопрос, который встает у абитуриентов, отдать предпочтение региональному образованию или покорять столицу. Лучше поступать студентам в региональные вузы или в столичные? Это зависит от того, какие планы у студента. Кто-то мыслит глобально, кто-то хочет остаться в родном городе. И, наверное, каждый выбирает сам. Ну, смотря какие у тебя успеваемости, если набрал количество баллов достаточно, чтобы поступить в столичный вуз или, допустим, питерский, то лучше, наверное, туда. Считаю то, что московский лучше. А почему? Ну, не знаю, потому что я там недавно была. Мне там больше понравилось, мне больше понравилось преподавательство, которое там дается. Я бы, наверное, региональные выбрала. Ну, я думаю, не у всех есть возможность поступить в столичный вуз, там мало бюджетных мест, поэтому, я думаю, наша ТГУ и наша медицинская академия – это неплохой выбор для абитуриентов. У каждого из выпускников и их родителей свои приоритеты, если речь идет о высшем образовании. Одни ориентируются на престиж вуза, на качество образования, перспективу будущей специальности, а для некоторых немаловажным оказывается и расположение вуза. Чем ближе к родительскому дому, тем лучше. Если говорить о бюджетных местах, то нужно сказать, что 73% мест получили вузы в регионах. В нынешнее, в общем-то, экономически не очень стабильное время, понятно, что стоимость обучения в региональном вузе, она ниже, чем в топовых столичных вузах. И это играет свою роль при определении абитуриентами вуза. Однако знаменитая чеховская «в Москву, в Москву, в Москву» актуальна и поныне. И многие абитуриенты по-прежнему отдают предпочтение столичным вузам. Хотя зачастую поступить туда сложнее. Впрочем, уже 9 августа все разрешится. Все, кто успешно прошел экзамены, получат задокументированное доказательство своего зачисления. И теперь абитуриенты вступят в новый статус настоящих студентов.